В этой истории, похожей на детективный роман, было всё. Сети заговора, перестрелки, аресты, любовь, кровь и деньги. Произошла она в Петрограде и Москве в 1918 году и получила название «Заговор послов» или «Дело Локкарта». Британский агент Роберт Брюс Локкарт появился в Петрограде в январе 1918 года. Задача перед ним стояла непростая. Не дать большевикам заключить мир с Германией. Поскольку молодая страна Советов ещё не признана ни одним государством, послы союзников отбыли к себе на родину. Но посольства, тем не менее, не пустовали. И Локкарт мог опираться на несколько резидентур. Все события заговора хорошо известны доктору исторических наук, генералу-лейтенанту ФСБ в отставке, автору многих книг и статей Александру Сдановичу. Было даже три резидентуры в Петрограде и в Москве. То есть была резидентура службы информации, СИС, которая называлась, сейчас МИ-6 называется. Это политическая разведка. Её возглавлял Эрнст Бойс, капитан запаса флота. Была военная разведка, Хилл его возглавлял, капитан. И третья структура – это морская разведка, военно-морская разведка, которую возглавлял капитан Кроми. Это очень интересный человек, поскольку он подводник. В период Первой мировой войны он не просто с русскими моряками-подводниками знакомился и близко дружил, но и возглавлял объединённую даже эскадру подводных лодок Балтийского моря, которые действовал против немцев. Он был очень решительный человек, как, наверное, все подводники, прошедший войну, утопивший не один немецкий пароход, имевший большие связи среди моряков, офицеров флота российского, которые тоже далеко не были сторонниками советской власти, потому что в отличие от армии, где в конце 15-го года фактически мы потеряли основной костяк кадрового состава царской армии, в отличие от них флотские офицеры большинство своим сохранились, потому что флот не понёс таких потерь, которые были в армии. И вот эти люди, настроенные монархически, а вы, флотские офицеры, это, как правило, основная масса была выходцы из дворянских семей, из известных российских фамилий таких, то, конечно же, они готовы были что-то сделать для того, чтобы свергнуть власть большевиков. И вот в этом отношении очень активно действовал капитан Кроми. Вот эти три структуры, Локард как бы добавлял их, и ещё представлял из себя нечто подобное, ну, дипломатической разведки, если так можем сказать. То есть он не занимался никакой агентурной работой, он не проводил никаких подрывных операций лично. Всё делали представители вот этих трёх резидентур – политической разведки, военной разведки и военно-морской разведки. Он имел очень неплохие контакты в нашем наркомате иностранных дел, выходил на крупных большевиков, занимавших ответственные должности. И тогда это воспринималось, по крайней мере, до подписания Брестского мирного договора, это воспринималось совершенно нормально, потому что и Англия, и Франция, а потом уже и Соединённые Штаты, они были нашими союзниками в Первой мировой войне. И их представители, в том числе и военные, и дипломатические представители, они совершенно свободно общались с представителями новой уже советской власти, с крупными большевиками и получали от них информацию. Он же общался и с Троцким, и с Лениным встречался, и с Чечериным встречался. И вот эти контакты позволяли ему ориентироваться в той обстановке, но и поскольку он был достаточно молод по сравнению с другими дипломатическими представителями, то, конечно же, он быстрее схватывал, скажем так, оценивал быстро ситуацию. Роберт Локард приехал в Россию во второй раз. До революции он работал в английском консульстве в Москве. Прекрасно говорил по-русски, легко сходился с людьми разных сословий, обладал чувством юмора и хорошо понимал особенности русской души. В 18-м жизнь в Петрограде совсем не походила на жизнь московскую. Мрак, холод, голод, криминал. Но оптимизм Локарта помогал ему легко относиться ко всему. К тому же он познакомился с Марией Игнатьевной Бенкендорф. Свободная от условностей, обольстительная, умная и расчетливая мура, так ее звали друзья, сразу понравилась английскому агенту. Это о ней писательница Нина Берберова написала знаменитый роман «Железная женщина», а историки называют ее «Русской Мата Хари». Бенкендорф была в очень близких отношениях с капитаном Кроми, мягко скажем так. И даже в одной из книг, которая вышла в Лондоне о капитане Кроми, есть фотографии, где они под Петербургом катятся на санях, запряженных тройкой, с ней непосредственно. И как раз Кроми ее познакомил с Локартом, и у них любовный роман. Локарт писал в дневнике. «Сегодня я в первый раз увидел Муру. Она зашла в посольство. Она старая знакомая Хиггса и Герстина и частая гостья в нашей квартире. Ей 26 лет. Русейшая из русских. К мелочам жизни она относится с пренебрежением и со стойкостью, которая есть доказательство полного отсутствия всякого страха. Ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой. По моей версии, основанной на ряде документов, Мария Бенкендорф была агентом царской военно-морской разведки, а мы знаем, что даже в тот период времени все-таки у нас ближе были контакты с французами, чем с англичанами, потому что англичане длительное время были нашими противниками. Они в Антанту-то вступили уже в силу такой необходимости. И надо было, конечно, приглядывать и за военно-морские маташи, и за тем, что он делает и так далее. Я думаю, Мария Бенкендорф как раз этим делом и занималась. Но поскольку к этому времени, к июню, фактически была и разгромлена русская военно-морская разведка и контрразведка, она просто была тупо продана английской разведке за определенную сумму. И мы знаем, есть написана книга английским историкам на основе дневников начальника английской политической разведки, где прямо указывается, кто на этой встрече был и за сколько продали русскую военно-морскую разведку полностью адмиралом Волковым военно-морским этаже в Лондоне и старшим лейтенантом Акерлунд. Он швед по национальности, но работал в русской военно-морской разведке. И они перешли на сторону англичан, фактически начали работать на англичан. Это было в первые месяцы 1918 года. Уже большевики у власти. Мы не узнаем никогда, была бы Бенкендорф агентом этой разведки, контрразведки или не была. Но то, что она помогала Луккарту, это да. В начале марта 1918 в Петрограде появляется шпион экстракласса Сидней Рейли. В одной популярной книге об истории британской секретной службы Сидней Рейли оценили по достоинству. Ни один другой шпион не обладал такой властью и таким влиянием. Он был мастером покушения и знал, как лучше отравить, заколоть, застрелить и задушить. У него всегда было на готове 11 паспортов и столько же жен. Кодовое имя Рейли в Петрограде 1918 – СТ-1. Сидней Рейли, он вообще уроженец Одессы. Настоящая фамилия Роземблюм у него. Он давным-давно до революции уехал, жил за границей, в том числе и в Лондоне жил. В период Первой мировой войны он уехал в Соединенные Штаты и был близок к нашей российской военной миссии по закупке военного снаряжения в Соединенных Штатах Америки, поскольку он владел русским языком. И историки, в том числе и английские историки, и американские, утверждают, что как раз в этот период времени резидентом Визиманом, который был представителем английской разведки в Соединенных Штатах Америки, он был завербован для работы именно в английской разведке. Но я думаю, тогда еще не был решен вопрос, что он может поехать в Советскую Россию. И когда уже он закончил свою миссию в Соединенных Штатах, вернулся в Лондон, вот тогда его приняло руководство английской разведки, он получил определенный псевдоним уже, учить не надо было, и он выехал в Россию, причем выехал легально. Он вроде как представитель английского МИДа, приехал сюда, и он, когда прибыл в Москву, даже такой интересный момент, его даже арестовали сами англичане, когда он на север прибыл на британском пароходе, потому что никто не знал о его прибытии таком. Но когда разобрались, все, встало на свои места. Он прибыл в Москву и даже попытался попасть сразу в Кремль, к руководству большевистскому. То есть он действовал открыто, и речь-то его, которую он заводил, она касалась только одного – надо продолжать войну с Германией, надо защищать интересы Антанты. В мае 1918-го Рейли сумел пробраться на Дон генералу Калейдину. Под видом сербского офицера он через всю Россию вывез в Мурманск и посадил на английский эсминец бывшего премьер-министра Временного правительства Александра Керенского. А потом снова появился в Петрограде. После того, как он убедился, что никакой возможности удержать большевиков от Брестского мира и заключения договора с немцами нет, он понял, что надо свергать само правительство большевиков, потому что оставляя вот тот строй советский, который установился, невозможно решить задачи, поставленные ему английским правительством, ну, в лице, естественно, спецслужбы и МИДа. Я больше склоняюсь к версии, что он эту операцию готовил и задумал непосредственно сам. Первоначально, конечно, у него был сбор военной информации в основном и политической информации в России, а вот к таким действиям, направленным на переворот, на изменение власти в стране, мне кажется, что все-таки он личностно к этому был готов и начал предпринимать меры. И почему? Вы посмотрите, пожалуйста, он ведь установил контакты с некоторыми лицами, которых он знал еще до революции, в том числе через Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который был, как известно, управляющий делами СНК, очень близок к Ленину в тот период времени был, на его брата, генерала Царского. А царский генерал Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич, он был категорическим противником немцев, он просто их ненавидел, как врагов российской еще империи, поэтому, когда его свели с Рейли, он ему, как ни странно, выдавал информацию. И мы сегодня можем говорить уже достаточно обоснованно, что Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич был незавербованным агентом Рейли, то бишь английской разведки. И я тут еще бы такой факт хотел привести. Я знаком с автором английской книги, английским историком, который написал большую книгу о Рейли, непосредственно о Рейли. И могу сказать, что он тоже получал определенные допуски в английскую разведку, к определенным материалам, потому что он и сам был преподавателем в школе английской военной разведки и являлся помощником председателя комитета по обороне английского парламента. Вот он мне рассказывал, что когда ему выдали из разведки дело Рейли, то по количеству пронумерованных листов оно очень и очень, мягко скажем, не совпало с количеством листов, выданных для ознакомления. То есть ни одного фактически материала донесения о Рейли за 18-й год ему представлено не было. Потом разными путями он там кое-что получил, в том числе и о контактах Рейли с Бонч-Бруевичем, с некоторыми другими представителями советской власти, но не более того. Значит, есть что скрывать, а скрывать, я думаю, есть одно. Как раз здесь и кроется вот тот, думаю, пункт, где мы, может быть, расходимся, а может сойдемся с английско-американскими историками. Было ли это задание английской разведки на свержение правительства, или это личная инициатива Синнея Рейли. Но пока мы придерживаемся той точки зрения, что это он непосредственно продумал эту операцию, но не он один. Рейли и его непосредственный начальник в России Роберт Брюс Локарт составили план, по которому личная охрана Ленина в Кремле, латышские стрелки, будут подкуплены для совершения переворота. По данным коменданта Кремля Павла Малькова, англичане передали 1 миллион 200 тысяч рублей полковнику Эдуарду Берзину. Сумма значительная в то время. Для сравнения, зарплата Ленина тогда была 500 рублей в месяц. А идею использовать латышей подсказал Фрэнсис Кроми. В советской историографии, в советские времена не принято было говорить, но поскольку Латвия была республикой советской, о том, что были белые латышские стрелки еще. А почему их так называю? Потому что формироваться начали в период временного правительства национальные части, в том числе латышские части, потому что немцы заняли почти всю часть Латвии. И они формировались как ударные части, а я бы даже больше сказал, как заградительные части, заградительные отряды. И многие эти латыши, особенно офицеры, а среди них был командир 1-го латышского полка Бредис, который, конечно же, не принял советскую власть. Он был несколько раз ранен в боях, он создавал эти отряды головорезов. Это же потом только у нацистов появились череп и кости, да? А впервые это как раз в этих отрядах на рукавной нашивке были как раз с черепами и костями в этих отрядах. И вот когда уже фактически армия развалилась, задерживать было некого, и если рядовой состав и младший офицерский состав еще пошел в красные латышские стрелковые части, то многие офицеры остались в Питере. Их было достаточно много, по моим данным около 800 человек. И вот они приехали в Москву и под видом израненных офицеров там или больных офицеров получали по нелегальным каналам, справки об освобождении от воинской службы. А сели все равно в Москве и в Петрограде. Сейчас есть данные такие по организации Савенкова, союз защиты Родины и Свободы. Костяк ее, и она начала формироваться именно на основе офицеров латышей. Бредис, командир 1-го латышского стрелкового полка, он стал в организации Савенкова, возглавил разведку и контрразведку даже. И вот эти люди, они вошли в контакт с капитаном Кроми. По крайней мере те, кто был в Петрограде. И у меня есть данные такие, что Бредис, будучи уже начальником разведки и контрразведки у Савенкова, он несколько раз бывал в Петрограде, налаживал работу вот этой подпольной организации латышских стрелков. И он, скорее всего, он именно связал их с капитаном Кроми и предложил как силу, способную очень активно действовать, не считаясь ни с чем. И поэтому основным движущим рычагом таким вот в этой операции, которую задумал Рейли, как раз стали, что в Москве, что в Петрограде, латышские стрелки. Только здесь в основном красные латышские стрелки, а в Петрограде в основном белые латышские стрелки-подпольщики. Первое, о чем спрашивали латыши-англичан, помогут ли они освобождению родной страны. Ведь в это время по Брестскому миру Латвия отошла Германии и там вовсю хозяйничали немцы. Кроме запрашивания по этому вопросу своего руководства в Лондоне, сможет ли Антанта и конкретно англичане помочь выбить немцев из Латвии, и что эти люди, латыши, они возвратят к себе домой. И обещание такое было получено. Вот почему и Рейли рассчитывал, что несмотря на свои вот такие красные погоны, скажем так, или там еще какие-то обозначения красные, а люди-то не были идейными, они просто хотели вернуться домой, основная масса. И поэтому вот этот контингент, он мог очень серьезно пошатать устои, а если уж брать Москву, то поскольку они охраняли Кремль и кабинеты основных руководителей большевиков, и Совнарком охраняли, то, конечно, если бы они встали реально на сторону Рейли, то захватить всех руководителей большевиков и парализовать абсолютно советскую власть было совершенно нормальным явлением в той обстановке, которая была. На что Рейли рассчитывал? То есть нельзя говорить, как некоторые историки пишут, что у него какие-то блефовые или там выдуманные, так сказать, взгляды были на использование латышей. Нет. Это была реальная почва, и если бы все сложилось так, и он не наткнулся на сотрудников ВЧК, латышей тоже по национальности, то могло произойти очень серьезное изменение в России того периода времени. Чекисты летом 1918 года действовали методами, известными всем разведкам и контрразведкам мира. Внедряли в подпольные организации своих агентов. Некоторых им удалось перевербовать. Так произошло с полковником Альфредом Бредисом. Полковник Бредис, он, конечно, был монархист, потому что он кадровый офицер. Кстати говоря, один из немногих латышей, кто был кадровым офицером царской армии. Он закончил военное училище еще до начала Первой мировой войны. И он через своего знакомого тоже латыша, Бирзы, который выступал под эгидой анархиста. А Бирзы проник, в тот период времени существовала, помимо ВЧК, еще военная контрразведка, созданная Троцким. Называлась она отдел военного контроля. Вот он туда проник и как раз курировал направление борьбы с немецкой, якобы, разведкой. И он привлек Бредиса, в качестве резидента этой военной контрразведки Троцкого, якобы для работы против немцев. Почему и Савенковская организация, и эсеры выступили в один и тот же день, 7 июля. Потому что и те, и другие направлялись французской и английской разведкой. Вот откуда такая синхронность, так сказать, получилась. Но к этому времени должны были высадить англичане большой десант, по крайней мере, более 10 тысяч человек высадить в Архангельске должны, и с севера пойти навстречу повстанцам, то есть белым организации Савенкова. Этого не произошло. Мы знаем, что в силу ряда причин, в том числе и забастовок рабочих в портах, которые отказались грузить английские войска для направления на российский север, англичане такого количества не высадили, очень малый контингент высадили. И фактически получилось так, что вот эти организации Савенковские, они были разгромлены, и практически все были уничтожены в ходе боевых операций войск, которые привлекались к этому делу. Мне кажется, вот именно в этот период Бредис, обозлившись на англичан, он дал выход на капитана Кроме, на Петроград, на военно-морского атташе. Потому что иначе из старой советской литературы мы знаем, что якобы два латышских паренька, которые не имели офицерских званий, крестьянские ребята, они под видом офицеров, видите ли, поехали в Петроград, здесь установили контакт с капитаном Кроме и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, это малая реальная версия, потому что и капитан Кроме бы их не принял. И у него была агентура среди офицеров царской бывшей армии, которая могла бы явно сказать, что это не офицеры, и их никто не знал, что подозрительные какие-то люди. И поэтому говорить, что именно они вышли на капитана Кроме, я очень в этом сомневаюсь. Английская разведка, которая, кстати, действовала совместно с французской и американской, делала ставку на Эдуарда Берзина. Капитан Фрэнсис Кроме устроил встречу Берзина с Робертом Брюсом Локкартом в Москве. Берзин произвел очень хорошее впечатление, и в результате деньги для подкупа латышских стрелков передавали именно ему. Если бы англичане знали, куда он их носит и сдает под расписку. Берзин, а он реально занимал должность командира артиллерийского подразделения в этой вот части, которая охраняла Кремль, да, но ведь давайте так скажем, он-то тоже являлся секретным сотрудником вот этого отдела военного контроля, который существовал у Троцкого, как военная контрразведка, и тоже предназначался для работы по немцам. А почему? Да потому что он художник был. А где он выучился этому мастерству? В Германии. Он до начала Первого мировой войны несколько лет прожил в Германии, прекрасно знал немецкий язык, и поэтому его хотели использовать для разоблачения немецкой разведки, которая свила, как мы говорим, гнездо в немецком посольстве у графа Мирбаха. И вот эти люди сошлись, вы понимаете как? И когда встал вопрос, а кого же включить в операцию, то Петерсон, это комиссар вот этой латышской красной части, которая охраняла Кремль, он и порекомендовал Петерсу включить в эту операцию Берзина. Вот так он туда и попал, Берзин. В свое время Дзержинский взял на работу Ольгу Штигельман такую, она была секторем у него, а ее муж был бизнесмен в Петрограде. И довольно из богатой семьи такой, и его чекиста арестовали в Петрограде за некие финансовые операции, он пытался продовольствие из голодающего Петрограда переправлять в Финляндию с группой там товарищей, он был арестован и сидел в тюрьме. И вот супруга вступилась перед Дзержинским за вот этого Штигельмана. Он был выпущен из тюрьмы и согласился помогать ВЧК разгромить англичан, потому что он с ними где-то контактировал уже до этого времени. Англичан и французов для того, чтобы вскрыть их подпольную деятельность. Именно Штигельман создал агентурную группу, его псевдоним Энгельгард в данном период времени был. Она на связи, эта группа была непосредственно у Дзержинского. И еще был агент ВЧК Сабир, он входил в эту группу, он флотский офицер. Причем я до сегодняшнего дня не смог так и выяснить. Он реально был флотским офицером, потому что в списках офицеров военно-морского флота царской власти еще я не нашел такую фамилию. В конце августа 18-го в Петрограде по предложению внедренных ЧК агентов должна была состояться встреча всех руководителей подпольных организаций с английскими агентами. Капитаном Кроми и Сиднеем Рейли. Определили место отель Франция на Большой морской. В конечном итоге Кроми испугался, что выход из посольства, а должны были там присутствовать некоторые еще офицеры английской политической разведки, ну может привести в итоге к каким-то провальным действиям. Он сказал, нет, дорогие товарищи, давайте-ка соберем всех в английском посольстве. Вот так это была и причина, почему в итоге чекистам пришлось нарушить экстрадиториальность английского посольства и штурмом брать английское посольство в Петрограде. Как мы знаем, капитан Кроми в результате этого налета чекистов был убит, потому что он отстреливался от чекистов. Чекисты захватили некоторые документы, арестованы были несколько офицеров английской политической разведки, они сидели в крестах, но потом были выпущены, спокойно уехали. И вот отчеты этих офицеров, вот единственное, что нашли даже английские историки, чтобы рассказать о последних днях работы Рейли и последних этапах подготовки, вот операцию по военному перевороту в Советской России. Чекисты арестовали всех известных им подпольщиков. В Москве взяли Роберта Локарта и Марию Бенкендорф. Допрашивал их сам Петерс. Ну даже, я бы сказал, не допрашивал, а такие беседы были. И она очень много просила за Локарта, чтобы его выпустили, не применяли никаких мер и так далее. Она же Локарту, когда он сидел, между прочим, в Кремле, в одной из комнат Кремля кабинетов, она же тайные записки ему по линии разведки приносила и рассказывал, что делается для его освобождения, какая операция дальше продолжается. И Локарт об этом упоминает в своих воспоминаниях. Вот такая вот ситуация была с ней. Но она никогда не была агентом Всероссийской чрезвычайной комиссии, а потом ГПУ, а ГПУ. Это уже наслоение, как мы раньше говорили, буржуазных историков англо-американских, которые во всем видели руку ВЧК КГБ и так далее. Это было стабильно. И Маша очень здорово подходила для этой роли, что именно ее подослали к Локарту для получения информации для чекистов и конкретно для Петерса. Локарта обменяли на советского представителя в Англии Максима Литвинова. Рейли удалось скрыться. Судили всех участников заговора послов в Москве. Двух человек приговорили к расстрелу, восемь к пятилетнему заключению. Четырех отсутствующих, в том числе Локарта и Рейли, объявили врагами трудящихся, подлежащих расстрелу при их появлении в России. Вот такая история произошла в 1918 году, в которой только что созданная Всероссийская чрезвычайная комиссия переиграла опытных английских разведчиков. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ